Нам неизвестны границы океана в Варкрафте, мы лишь знаем, что океан опасен, глубок и скрывает в себе много чего ужасного. Но иногда, у этом ужасном и опасном, становится известно игрокам. Опустившись на дно, игроки могут найти море жуткого, интересного и крипового контента, который остается недоступным значительному большинству. В этом ролике, я хочу рассказать о секретах дна морского, о жутких созданиях, которых там можно встретить и о том, насколько это опасное место. В глубинах океана, можно обнаружить светящиеся фонари, буквально светящиеся фонари. С началом дополнения Dragonflight, игроки с любопытством исследовали дно океана. Ведь в прошлых дополнениях, особенно начиная с Легиона, разработчики любили припрятать за водной гладью много чего интересного. И эта находка несколько озадачила игроков. Рядом с разными локациями, глубоко под водой встречались фонари, и они не выглядели как случайный объект, который был добавлен просто так. Ведь зачем разработчикам запариваться над такой мелочью, если под воду большинство игроков лезть не будет. Частенько эти подводные фонари находятся рядом с скелетами или какими-то обломками. Происследовав дно морское, игроки приметили, что такие фонари встречаются частенько, как минимум 6 раз в разных частях океана. Взаимодействовать с ними нельзя, однако их частое появление заставило игроков предположить, что это новый секрет. Причем морской секрет, наподобие тех, которые были в прошлых дополнениях. Однако, большого прогресса в этом направлении пока не было достигнуто. Еще дно морское может и напугать. Вот, к примеру, можно встретить яркий, переливающийся глаз посреди дна. Этот глаз, напоминающий глаз древнего бога, находится рядом с кучей золота. Золотыми слитками, монетами, мечами и сундуками. Что это такое, неизвестно. Чьи эти богатства, также неизвестно. Можно лишь предполагать, что забыл здесь глаз Нзота. Хотя, на форумах бы тут еще одно предположение, что это некий кристалл Калаврата. Этот объект, по сюжету одной ДНД-компании, нечто вроде магического ключа, который удерживает за печатями местного древнего бога. А эти магические глаза, или ключи от бога, были как раз спрятаны на морском дне, чтобы лишние глаза не могли на них наткнуться. Так что, возможно, это просто дань уважения фанатам ДНД. Тот же Драгонфлайт имеет и более жуткие вещи. На небольшом островке, рядом с основными локациями, можно найти скелеты огромных рыб, или даже покусанные останки больших монстров. Последнее чудовище, примечательно. Это чудовище, по модельке, сильно напоминает другое существо, Несси, который можно изредка встретить, проезжая по подземному метро Стальгорна. Еще в глубинах океана, можно найти затопленный корабль. Затопленный корабль отрекшихся, судя по внешнему виду. Примечателен не сам корабль, а то, что вокруг него. Бочки с отравой. Отрекшиеся частенько использовали подобные бочки во время сражений, чтобы закидывать и отравлять своих противников. Они запускали эти бочки с различнейших катапульт. Эти бочки потрепаны, и отравы из них просачиваются в воду. Окружающие мобы, видя рыб, отдают скверным оттенком, из-за чего можно предполагать, что они заражены. О морях по ту сторону Азерота практически ничего не известно. Несмотря на то, что сокрытая и зловещая моря омывает важнейшие континенты Азерота, они практически не упоминаются в лоре, в сюжете, в квестах или где-либо еще. Почему же ими никто не пользуется? Почему бы вместо путешествия через основные моря, не оплыть Азерот по другую сторону? Возможно, так быстрее и безопаснее? Почему этого никто не делал? К сожалению, из-за ограниченного количества упоминаний, ответить на эти вопросы крайне сложно. Однако, все-таки, какие-то мелочи есть. Главный вопрос, почему никто не путешествует через зловещие и сокрытые моря? Ответ разработчиков в сюжете был довольно куцем. Якобы, корабли, отправленные на исследование на юг, запад, восток и север от водоворота, не вернулись. Соответственно, по ту сторону моря кроется что-то опасное, что топит все корабли. Да так, что еще никто не сумел вернуться живым. Было еще одно тесно связанное упоминание, также довольно загадочное. Во время Третьей войны, Адмирал Праудмур планировал возглавить первую высадку на берегах Калимдора. По ходу дела, Адмирал отправил часть флота, во главе с неким лейтенантом Алверольдом, исследовать побережье Калимдора. Предполагалось, что эта экспедиция продлится очень долго, однако она очень необходима, ибо новый континент им казался опасным и огромным. Поэтому его нужно было исследовать как можно быстрее. Записку с приказом Адмирала можно было найти в ванильном Варкрафте в одном из квестов, а также в хрониках Варкрафта. Шли годы, но никаких известий о судьбе экспедиционного флота просто не было. Удалось ли им оплыть Калимдор, живы они или их уничтожили? На эти вопросы нельзя ответить. Зато это лишь подчеркивало, что море опасно, и бесследная пропажа целого флота тому неплохой пример. Мне удалось найти еще одно упоминание опасностей и загадочности морей по ту сторону. В одном из квестов на юго-востоке Восточных Королевств в контексте внезапного нашествия Мурлоков говорится следующее. Остается только догадываться, что там творится. Это побережье зловещего моря. За ним ничего нет. Но эти рыбоподобные твари просто взяли и вышли из него. Океан в Варкрафте скрывает в себе много чего страшного. Много загадочных существ, которые лишь мельком появляются в игре. В локации на Жатар можно встретить одного редкого элитного босса по имени Голос в глубинах. Что это за Голос в глубинах не очень понятно. Он также не отображается на карте, его можно лишь вызвать совершив определенный ряд действий. С него падает всякая зелень, рыба и не самые полезные вещи. Примечателен он в другом плане. В плане того, что происходило после его смерти. А после его смерти на игрока накладывался баф под названием «Тишина». Следующим описанием. Макруры стали более благосклонны к вам после того, как вы освободили их старейшин от Голоса в глубинах. Раса Макруров, что-то вроде расы больших лобстеров из фэнтези мира, становится в большинстве своем, кроме некоторых исключений, дружелюбной к игроку на 60 минут. Примечательно то, что это работает не только на лобстеров из Нажатара, а и на Макруров далеко за пределами Нажатара. Этот баф порождал больше вопросов, чем ответов. Что же это за существо, которое порабощало местных лобстеров? Да так, что эти лобстеры после уничтожения этого босса решили стать дружелюбными. У сообщества было еще одно интересное предположение, связанное с этим бафом. Во время действия бафа, когда морские обитатели становятся дружелюбными, якобы можно найти какой-то секретный диалог или какой-то просто секрет, который мог бы приоткрыть завесу тайн на Голос Глубин. Игроки пытались под этим бафом облазить все локации битвы за Азерот и не только. Говорить с рыбами, другими лобстерами или просто морскими существами. Однако, на данный момент, ничего путного игрокам найти не удалось. В сюжете можно найти упоминание не менее загадочного, а возможно и более крипового обитателя глубин. Манту. Впервые он упоминался в новелле Day of the Dragon, выпущенной в 2001 году и переизданной в 2019. Тогда Blizzard пыталась расширить лор вселенной Warcraft, чтобы подготовить публику к разрабатываемому третьему Warcraft и World Warcraft. Поэтому тогда выходили книги, текстбуки и всякие новеллы. Событие книги происходит немногим после Второй войны. Вторая война закончилась несколько дней назад. Большинству орков сдались Альянсу. Однако, несколько кланов продолжали сопротивление и удерживали Алекстразу в заточении. Протагонистов, если очень-очень коротко, посылают в путешествие, чтобы найти способ освободить Алекстразу и разобраться с оставшимися орками. Буквально несколько раз в контексте путешествия героев упоминалось некое существо – Манта. Оно описывалось как чудовище глубин. Оно якобы в 10 раз больше и в 10 раз сильнее, чем дракон. Более того, якобы считалось, что его, как и Смертокрыло, невозможно победить. Однако, некому Красу удалось это сделать – убить неубиваемого. Около сотни лет назад с помощью стрелы, покрытой особой черной жидкостью. Манта не фигурировал как персонаж, встречаемый игроками. Скорее, упоминался мимолетом, что, мол, есть такое и когда-то он умер. Чем оно было? Какие характеристики оно имело, помимо описания, что в 10 раз сильнее и больше дракона? Или хотя бы как выглядело – неизвестно. Примерно после Гнева Короля Лича, можно было иногда на форумах встретить предположение, что останки Манты можно было встретить южнее Нордскола, в морской глубине. Тамошние останки гигантских существ давно вызывали вопросы у общественности. Однако, узнать точно, что же это было такое, нам пока не суждено. Еще одно существо морских глубин, которое по своему описанию является одной из страшнейших морских угроз – это Азумат. О нем известно не так уж и много информации, хотя всяко больше, чем о Манте. Итак, впервые Азумат встречается игрокам в катаклизме в подводной локации Вайшер. Герой отправляется в путь к новым сражениям на корабле. Местный командир подбадривает воинов, говоря, что во имя Альянса или во имя Орды нужно убить как можно больше противников на одном берегу. Вскоре корабль проходит через другой, перевернутый, заросший зеленью корабль. На перевернутом дне корабля находится пачка выживших. Они вопрошают о помощи ее, но внезапно из глубин выныривают щупальца, которые разбрасывают выживших. Через несколько мгновений, похоже, судьба постигает и корабль игроков. К кораблю буквально присасывается Азумат и топит корабль. Протагонисты чудом спасаются, что и является началом стартовой цепочки Вайшера. Несмотря на то, что основной уклон Вайшера идет на борьбу с нагами, Азумат периодически будет появляться и портить игрокам жизнь. Также по ходу дела протагонисты узнают, что Азумат это одно из страшнейших существ глубин. Он является владыкой всех кракенов, а также по всей видимости еще и прислуживает древним богам. Его якобы каким-то способом пленили силы наг. Он появился в начале Вайшера, он появился и в конце. В финальном квесте Вайшера, когда начинается главная битва, появляется еще один герой, Нептулон. Но вот беда, внезапно появляется Азумат, который окутывает его голову и утаскивает его в бездну. В следующий раз его можно было встретить в подземелье Трон Приливов, где он выступает в качестве закулисного злодея. Напрямую он не встречается как противник, зато его можно увидеть. Если присмотреться к стеклам подземелья, то за ними можно увидеть огромного Азумата, который еще и своими щупальцами проник в данж и перекрыл игрокам альтернативные проходы. В конце подземелья происходило сражение с Нептулоном, чей разум окутал Азумат. Игроки отбивались от постоянных волн противников, а в конце давали сразиться с Азуматом через барьер. Однако битва не заканчивалась тем, что Азумат погибал. Нет, он просто уплывал куда-то вдаль. По совместительству, немного отходя от темы, Азумат – самый невезучий персонаж. Огромная часть контента, который с ним было связано, сейчас либо вырезана, либо работает криво. Помните, я описывал, как он появился в начале Вайшера, а затем в конце? Так вот, из-за большого количества багов и ошибок, оба этих квеста разработчики просто вырезали или сильно сократили. Если начальный квест Вайшера начинался с того, что игрок плывет на корабле, сталкивается с щупальцами Азумата, затем начинает тонуть, видит кучу наг, падая под воду, видит Азумата, что присосался к кораблю и то, как игрока спасает один шаман, то сейчас игрока после сцены с щупальцами сразу телепортируют на корабль, где продолжается цепочка без объяснений, что да как. С финальным квестом еще хуже, я когда-то об этом рассказывал. Если в первых патчах катаклизма это был грандиозный квест с битвой с разными врагами, путешествием на подводной лодке и эпичным финалом, прибавленной парочкой катсцен, то сейчас квест из-за кучи ошибок сократили до «пойди и убей 15 наг», буквально, словно это самый обычный квест в каком-нибудь дуротаре. Без катсцен, без поездки на подводной лодке, без грандиозной битвы, без сцены с Нептулоном и Азуматом. Просто пойди и убей 15 мобов. Похожим образом ему не свезло в Легионе, Азумат должен был мимолетом появиться во время классовой цепочки заданий шаманов, но цепочку во время беты изменили и прибрали оттуда Нептулона и Азумата. В общем, какой-то невезучий злодей, что ли. Но, опустим, баги и нелепости. На долгие годы после катаклизма он затаился. Нет, он не умер, он просто ждал своего часа, чтобы вновь появиться. И этот час пока что не настал. Однако, несколько раз его можно было увидеть в битве за Азерот. Сначала в одном из заданий требовалось пройтись по воспоминаниям одного пьянчуги, который твердил о том, что на них напали покорители разума. А затем появились щупальца и выполз из моря сам Азумат. Но он, как герой, всех спас и все было круто. Также в битве за Азерот в одном из заданий упоминалось, что загадочные покорители разума, которые впиваются в головы своих жертв и захватывают над ними контроль, это его творение. Второй раз его можно было встретить в чуть более жутком образе. Игроки в одном из патчей отправились на Жатар. За водной стеной, которая разделяла локацию, можно было увидеть гигантского кракена. Этот кракен, как вы могли понять, и являлся тем самым водным монстром. Азуматом. Его сюжетная история, как я говорил в начале, довольно скромна и еще не раскрыта полностью. Разработчики отказались убивать его в катаклизме, когда по идее была идеальная возможность. А вместо этого мимолетом показывали его в более современных дополнениях. Так что, смею предположить, что разработчики уготовили на него более обширные планы. Лишь вопрос времени, когда он появится вновь. Забавно, но тонкий намек на повторное появление ужасного морского персонажа дали еще и Ашарио. Ашара – королева Наг и владычица Нажатара. Когда-то давно она заправляла одной великой империей. Однако, из-за некоторых обстоятельств, ее владение, ее народ ушел на дно. А она была вынуждена заключить сделку с дьяволом. Теперь, обращенные Наги стали прислужниками сил зла во главе с Ашарой. Наги доставляли им. Продолжают доставлять неприятности Азероту стабильно с третьего Варкрафта. О существовании Ашары игрокам было известно давно, где-то еще со времен Ванилы. Да и так-то в ее честь названа целая локация – Ашара. Однако, более-менее полноценно, она начала появляться в катаклизме Легионе. В битве за Азерот с раскрытием сюжетной линии Нажатара, она, наконец-таки, выходит на первый план. В одном из обновлений она стала главным рейдовым боссом, которого нужно было сразить игрокам, чтобы открыть путь к главному злодею – Нзоту. Как и в случае с Азуматом, ее история в данже не заканчивается. В финальном синематике было показано, как из бездны вырывается карабченное щупальца. Оно охватывало поверженную королеву и стремительно затаскивало ее обратно в бездну. В бездне ее пытал главный злодей – древний бог Нзот. Однажды, мимо ее заточения, пробегали доблестные авантюристы, а Ашара просила протагонистов ее спасти. Чтобы придать мотивацию героям ее спасать, она сказала, что только она обладает средством, способным победить Нзота. После освобождения она передала протагонистам один клинок, напоследок добавив, что она устала иметь дело со всяким плебсом, и она жаждет истинной власти. После чего она открыла портал и скрылась в неизвестность. После о ней не было ни слуху, ни духу. Где она? По-прежнему под водой строит кому-то козни, или быть может в мире древних богов? Частичный ответ на этот вопрос дали совсем недавно, в актуальном дополнении Dragonflight. В одной пещере, которую удерживали Наги, можно найти записку. В записке под названием «Песня глубин» говорится, что королева вновь взывает к Нагам из-за теневой завесы. Якобы то, что мы долго ждали, вот-вот настанет. Пока она к чему-то готовится, Нагам следует отправиться на драконии острова, к священному месту. Якобы некий голод, утраченный веками, будет восстановлен. А королева вернется, чтобы править морем, небом и землей, к чему ее прислужники должны подготовиться. Тут к гадалке ходить не нужно, чтобы понять простую истину. Это очевидный закос на то, что королева Ашара, таинственно исчезнувшая в конце битвы за Азерот, рано или поздно вернется. Вернется вместе с Нагами, чтобы получить желаемое власть. Ну что же, по сути, на этом все. Благодарю вас за просмотр. Удачи!